МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения ваша информационная программа Республика. С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Сегодня в выпуске. О главном. Михаил Игнатьев провел пресс-конференцию для печатных средств массовой информации. Человек мира. В национальной библиотеке прошла межрегиональная научно-практическая конференция, приуроченная к 85-летию со дня рождения знаменитого поэта. О киберспорте и не только. Министр спорта Михаил Багаратов встретился с представителями общественности. О национальных проектах, развитии экономики и предстоящих выборах. Сегодня глава Республики встретился с журналистами средств массовой информации. С подробностями Дмитрий Ковалев. Приятного чая, дети. Разговор за чашкой чая и без купюр. Журналисты ведущих изданий региона подготовили большой список вопросов от своих читателей. В топе новостей за последние недели состояние здоровья Михаила Игнатьева. Слухам верить не стоит, ответил глава Республики. Кто интересуется, пожалуйста, приходите на прогулку в утром. Короткий вам ответ. Приходите на лыжи кататься, приходите на прогулки, на пробежки, все остальное. Уже на следующий год намечены выборы главы региона. Михаил Игнатьев отметил, что будет бороться за этот пост, только если его поддержат местные жители. Полномочия заканчиваются в августе месяце. Все это зависит от того, какой процент доверия жителей Чувашской Республики и доверия президента Российской Федерации. Это было и в 2015 году, когда я выбирался. А вот что еще надо делать? Вот что еще нужно? Чем нужно работать? В 2015 году была программа «Месте жить, вместе строить». Я же объехал тогда на уровне сельских поселений практически все почти сельские поселения. Максимально все мероприятия, которые были заложены, выдерживали в этой программе, они выполняются. Задача даже и моя, любого кандидата на должность в Чувашской Республике, это работать честно, ответственно, публичные документы принимать, обсуждая с населением, и не обманывать людей, и не вводить в заблуждение людей. И такими качествами, отметил Михаил Игнатьев, должен обладать каждый руководитель на местах. Дорога в региональный Кабмин открыта для креативных и честных политиков. Все члены правительства проходят жесткий отбор. Работой своей командой глава республики доволен. По закону проводим конкурсы зачисления в резерв на те или иные должности, или, соответственно, объявляется конкурс на вакантные должности. Патришат, естественно, 7 месяцев. Ну, если отбросить все эти конкурсы. Вы, если готовы, поучаствуйте на конкурсы. Довольны своей командой? На сегодняшний день кабинет министров справляется. В органах местного управления главы администрации меняются. Но это жизнь. И министры меняются, рокировки идут, кто-то по карьере идут. Ну, а работы у членов правительства в ближайшие годы будет много. Национальный проект мы за этот период, и республика отчиталась, и мы действительно хорошо выполнили показатели. Какую оценку вы дадите своим министрам? Они готовы без каких-то нарушений от показателей справиться вообще с этой задачей? Мы должны, конечно, качественно работать с конкурсной документацией, с проектами. Каждый ОПЕ, который строится в республике, в ходе строительства, в ходе строительства, вносится изменение проекта на документацию. Это очень плохо. Это является сдерживающим фактором. Поэтому здесь вот, это не национальный проект, но он косвенно влияет на реализацию этих мероприятий. Для республики должна стать приоритетной программа ускоренного развития. В ближайшее время проект документа обсудят в Москве. Один из вариантов, потом наша программа будет утверждена на заседании правительства Российской Федерации, у председателя правительства Российской Федерации. Или после обсуждения на правительственной комиссии будет принято соответствующее распоряжение правительства, и дополнительные средства хотят нам выделить. Я верю, что у нас все получится. Касаясь заказов, касаясь влияния действий античиматору, он проводит у нас по компетенции промышленную политику, таможенную политику и координирует торговлю. За час Михаилу Игнатьеву задали десятки вопросов. Подробные ответы опубликуют газеты. Встречи в таком формате должны стать постоянными. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев, Республика. «АллатР» преображается благодаря приоритетным программам и проектам, основанным на местных инициативах. Ход благоустройства улиц и дворов муниципалитета проинспектировал Михаил Игнатьев. В повестке рабочего визита и модернизация городской станции подъема воды. Подробности у Дмитрия Ковалева. Частые перебои с подачей воды – одна из главных проблем города. Сура продолжает мелеть, оставляя песчаные насыпи в заборном ковше. «А вот это уже заявленное место, да, я смотрю?» «Вот здесь убрать глубже не представляется возможным, потому что там камни и полка водозаборного ковша, сама бетонная. Всего лишь 30 сантиметров на ней воды». «А вот здесь проходимость где, значит, там глубина какая была часть?» «Проходимость в основном сейчас идет около того зуба. Там примерно где-то сантиметров 40-50». Раньше на месте этих бетонных плит тоже протекала сура. За последние годы уровень воды опустился до минимальных отметок, «А на реке, за моей спиной, выросли целые острова». Дно реки расчищают при помощи специального земляного снаряда. Но это временная мера. Глава региона отметил, что на Суре необходимо оборудовать дамбу. «Лучше дамбу, наверное, сделать. Я этот остров вытесил, и через 5 лет этот остров опять образуется. Я же услышал, один раз, второй раз, третий. Нужно проектный смен документации правильно сделать, вот озадачиваю». Формирование комфортной городской среды – еще один приоритетный для муниципалитета проект. До конца года в АллатРе необходимо благоустроить 8 дворов. Для местных жителей обновляют тротуары, парковки и асфальтируют подъезды к домам. «Деньги только на благоустройство дворовых территорий в этом году выделили. 21,7 миллиона будет. Двор есть? Есть. Поэтапно, по шагу, включая 2024 год, все надо расписать. Кроме этого, на дорожное хозяйство, на улице, в этом году там где-то 104 миллиона рублей. Выделены деньги. Если прибавить, огромные это деньги, и каждый год эти деньги мы будем выделять». «Нормально? Рады, что асфальт новый появился?» «Очень рады». «Вот мы сейчас обговариваем, чтобы для вас камейки здесь появились». От многодетных мам еще одна просьба – установить искусственные неровности на въезды во дворы. Ведь речь идет о безопасности детей. «Не, ну я думаю, что пожелание правильное. Если мама троих детей поднимает такой вопрос, мы учтем это. И при прохождении последующей экспертизы эти все варианты будем учитывать и будем предусматривать. Я думаю, что это это самое. «И здесь, в том дворе?» «Регламенты, стандарты надо своим приказом утвердить, и для всех это должна быть норма». Во дворах по улице Московской работы еще продолжаются. Здесь необходимо оборудовать детскую площадку и тренажеры. По инициативе жильцов отремонтировали тротуары. «Мы с республиканского бюджета выделили в этом году на 650 почти что проектов. Почти мы финансируем за бюджеты не менее 50% жителей разных муниципальных образований, предпринимателей». Принимать работу подрядчиков должна инициативная группа. И только осмотром дворовых территорий рабочая поездка главы региона не ограничивается. К Михаилу Игнатьеву местные жители обращаются с десятками личных вопросов. С личным вопросом главе региона обратился и гость «АллатРа» Никита. И интерес туристов к «АллатРу» растет с каждым годом. Сюда приезжают гости со всей страны. Задача местных властей – создавать комфортную среду. «Все нормативно-правовые документы приняты. У вас свои утвержденные есть муниципальные программы. Наша задача – начатые работы все завершить достойно». «Если смотреть в разрезе республики, то у нас сегодня реализуются мероприятия по 297-258 дворовым территориям. Порядка 500 миллионов средств выделено». Еще одна тема рабочей встречи – строительство жилья. «В этот год также запланировано улучшение жилищных условий пяти молодых семей. Сфинансирование идет 4 миллиона 666 тысяч. И трое детей, сирот, также переселены в лучшие свои жилищные условия». «Это будет вот, это пять семей многодетных получит. Построим уже практически завершаем. И данный показатель будет выполнен». «Приниматели, кто занимается строительным бизнесом, они всегда строили и будут строить. Это однозначно. Потому что очередников у вас прилично годится. Раз очередники есть, мы обязаны жильем, обеспечивать». В муниципалитете продолжается подготовка к грядущему отопительному сезону. И в этом контексте на первый план выходит платежная дисциплина. Долги за услуги ЖКХ должны сокращаться. Дмитрий Ковалев и Игорь Зберев. Республика. Чего ждать жителям Чувашии к 2035 году? Какие направления станут драйверами новой экономики? Сегодня Кабинет министров Чувашии обсудил прогнозы долгосрочного социально-экономического развития республики. Подробнее Рифат Фадкулин. Развитие высокотехнологичных и наукоемких секторов экономики, цифровизация, повышение производительности труда. Новая экономика призвана значительно улучшить качество жизни жителей республики. В планах в разы увеличить ряд ключевых экономических показателей. По прогнозу аналитиков, к 2035 году объем валового регионального продукта должен повыситься с 280 до 870 миллиардов рублей. В Чувашской республике формирующей более третьего валового регионального продукта является промышленность. Индекс промышленного производства в 2019 году к уровню предыдущего года, исходя из прогнозов, составит 102%. К 2035 году объем промышленного производства в сопоставимых ценах увеличится в 1,95 раз к уровню 2018 года. Развитие экономики нового типа будет опираться на масштабную системную программу развития экономики нового технологического поколения, так называемой цифровой экономики. Ожидается технологический прорыв в электротехнической отрасли, машиностроительном и химическом комплексах. Изменения затронут сферы здравоохранения, образования и сельского хозяйства. В приоритете также увеличение объемов строительства жилья. В ближайшие годы особое внимание будет уделено созданию новых рабочих мест и увеличению заработной платы. Прогнозируем, что рост среднемесячной зарплаты увеличится с 28,9 тысяч рублей в 2019 году до 88 тысяч в 2035 году. В 3,3 раза к 2018 году. Это больше, чем по России. Приоритеты в области развития рынка труда в 2035 году будут направлены на создание условий для обеспечения экономики республики высококвалифицированными кадрами и повышения эффективности их использования. А также на снижение уровня безработицы, развитие кадрового потенциала организации, эффективное трудоустройство молодых специалистов. Предприятия республики продолжат наращивать экспертные поставки и реализовывать инвестиционные проекты. С 2019 года Химпром начал работы по реализации проекта строительства нового производства перекиси водорода по новой технологии мощностью 50 тысяч тонн. Чувашская республика в течение трех последних лет занимает первое место в России по инновационной активности организации. На первые три года поставлены очень серьезные задачи. Чувашия должна стать территорией успешных людей, чистой природы и умной экономики. Рифат Фадкулин, Андрей Шоклев, Республика. Изменить жизнь к лучшему. Таков негласный девиз большинства проектов, реализуемых студентами российских и чувашских вузов. О том, какие инициативы и идеи были одобрены экспертами, говорили на пресс-конференции Министерства образования и молодежной политики республики. Грантовая поддержка социально значимых проектов – весьма эффективный инструмент решения важных общественных проблем. И очень хорошо, что молодежь это стала понимать. С каждым годом желающих осуществить свою идею становится все больше. Самое главное – сейчас есть возможность нашей молодежи реализовать те интересные идеи, которые у вас всегда не были, есть и, надеюсь, всегда будут. А наша задача – помочь вам, научить того, чтобы вы могли свои идеи воплотить в жизнь. Грантовая система многообразная и обширная. Есть фонд президентских грантов, различные всероссийские конкурсы, проекты Приволжского федерального округа. Получить финансовую поддержку такого уровня – дело непростое. Наши ребята на самом деле начинают больше осознавать, что такое смета, что такое план, как его реализовать. То есть обращать внимание не просто на эмоциональный план своего проекта, а именно на то, как они его будут реализовывать, кого они привлекают в команду. Они более детально подходят, более продуманно. Они понимают, с какими сложностями они могут столкнуться. На пресс-конференцию пришли победители различных конкурсов. В числе грантополучателей – студенты различных вузов. Дмитрий Кашеваров в конце сентября уже проводит спартакиаду студенческих отрядов Приволжского федерального округа. Этот проект одобрен фондом президентских грантов. Уже заявлено 11 регионов, но вполне возможно, что регионов станет больше. 16 числа мы заявки принимаем. Ждем всех на эти мероприятия. Мария Белова решила помочь не очень здоровым детям. У ее проекта весьма символичное название – «Радость детства». Она победила во всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц. Проект этот – это, наверное, моя душа. По статистике, почти каждый ребенок в возрасте до 15 лет находился на круглосуточном длительном стационарном лечении. И помимо того, что там обеспечивают физическое здоровье, им не хватает психологической поддержки, потому что, как правило, дети находятся одни. Без родителей, без близких. У них нет доступа к друзьям, кроме как социальных сетей. И, соответственно, их психологическое здоровье падает. А как мы знаем, психологическое здоровье оказывает влияние на физическое здоровье. Чтобы таких добрых проектов стало больше, надо учить ребят искусству составления грантов, считает главный федеральный инспектор Почувашии Геннадий Федоров. Работа в этом направлении уже ведется, но надо сделать ее более целенаправленной. Отсутствие слуха не мешает отменно готовить. Проблемы с речью не препятствуют управлению роботом. В Чебоксарах завершился третий республиканский чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Обилимпикс. Школьники, студенты и специалисты. У всех разные проблемы со здоровьем, но одинаковые шансы на победу. Владимир Данилов любит рисовать и составлять композиции. Лучшим он хочет стать в художественной графике. Для раскрытия темы выбрал сказку Пушкина о рыбаке и рыбке. Мне нравится эта сказка, потому что там рыбка исполняет желание. Мне хотелось, чтобы тоже желание сбылось. А желание Алексея Новикова уже сбылось. Он стал лучшим вязальщиком чемпионата. И это несмотря на то, что рукоделием начал заниматься этим летом. Нравится тем, что я научилась вязать. Я бабушку квадрат связала и подарю сестре. Резьба по дереву – одна из площадок, где уже есть победители всероссийского этапа чемпионата. Желающих заниматься именно этим направлением становится все больше. Когда человек много работает, готовится, все-таки у него появляются навыки. И эти навыки потом помогут ему все-таки предустроиться, себя развить во всех отношениях. Потому что резьба по дереву – это значит и столярное дело, и это перенос рисунка, это чертежи, графика. И непосредственно художественная резьба. В кулинарном деле оценивали не только вкусовые качества, но и умение работать в команде. Два участника – один результат. И, конечно, самое главное – это подход и мастерство. Из одних и тех же ингредиентов надо было приготовить разные блюда. Обилимпикс в этом году собрал более 200 участников – экспертов и волонтеров из разных уголков республики. Раскрыть свои способности участники смогли по 13 направлениям. Участников оказалось больше, даже чем мы предполагали. Если в прошлом году на втором чемпионате у нас участвовало 47 студентов, школьников и специалистов, в этом году их у нас 89. Для того, чтобы наши подопечные, лица сокращивающие возможности здоровья, смогли реализовать все свои потенциальные возможности. Данил Воробьев стал лучшим в компетенции промышленная робототехника. Это направление новое для чемпионата, но очень перспективное, считает он. И в этот раз у меня выпала уникальная возможность запрограммировать большого промышленного робота. И я увлекся этим, мне очень понравилось. Победителей отобрали в каждой из 13 компетенций. Теперь им предстоит отстаивать честь республики на всероссийском этапе чемпионата. Ольга Алексеева, Павел Иритков, Республика. Человек мира, навсегда сохранивший Чувашию в своем сердце. Так говорил о себе Геннадий Айги. В Национальной библиотеке прошла межрегиональная научно-практическая конференция, приуроченная к 85-летию со дня рождения знаменитого поэта. Свободный автор свободных стихов. Бунтарь-инноватор. Геннадий Николаевич всегда был наиболее ориентирован на эксперимент, оставляя зачитателям право самому довнести смысл в произведение. На конференции из уст айгистов, а именно так называют себя ценители и знатоки его творчества, звучали стихи поэта. Один из них – Юрий Орлицкий. Будут светиться тем тихим светом, который сбывает лишь в детских прогулках, когда наступает час в прогулке. По мнению литературы Веда, самые ранние стихи абсолютно совершенны. Но, безусловно, у каждого из них свое понимание творчества нашего знаменитого земляка. Мне судьба позволила прикоснуться к великой глыбе, услышать музыку этой глыбы недосягаемой горы, вершина которой касается небесных стек, это слово Геннадий Николаевич Айгин. Я блаженна на судьбе. На встречу с поклонниками поэта приехала сестра Айгей, тоже известная писательница Ева Лисина. Радостно видеть вас всех и себя среди вас, потому что мы собрались в честь поэта, истинного поэта. И это красиво и благородно, что мы здесь и будем говорить о нем. В рамках конференции открылась художественная выставка «Мир Геннадия Айги», а вечером состоялся музыкально-литературный вечер «Поэзия без границ». Богдана Дойникова, Валерий Рязюков, «Республика». Сегодня в Минспорту Чувашии говорили о киберспорте. Что это – спорт будущего или развлечение? Час с министром, а именно в рамках этого проекта Михаил Багаратов встречался с общественностью, прошел быстро. Подробности в сюжете Натальи Мальчиковой. Киберспорт – это для тренировки ума. Соревнования проходят в виртуальном пространстве. Игрок сражается с мифическим противником. Официальный киберспорт в России признан более 15 лет назад. В республике тоже есть фанаты мозговых штурмов, если уж пользоваться военной терминологией. Но в душе они пацифисты. В прошлом учебном году мы провели два официальных турнира среди студентов нашего университета. Охват был довольно-таки большой, принимало участие более 150 студентов. Проведя данное соревнование, я понял, что киберспорт – это не просто игрушки. Киберспорт – это в первую очередь хороший инструмент для профилактики антисоциального поведения в обществе. Уже в конце сентября киберспортсмены планируют провести соревнования среди студентов. Сейчас идет активный прием заявок. Общественная палата республики и профильное ведомство готовы поддержать инициативную группу. Это даст, считаю, что развитию, как я уже сказал, потенциала наших детей, а самое главное еще и обеспечит их целенаправленную занятость. Ну и второе, наверное, поможет нам сформировать некую такую среду единомышленников среди молодежи, среди взрослых. Тем более, что ограничений по возрасту, кто занимается киберспортом, абсолютно никого нет. Я считаю, разумная инициатива, которую проявляет молодежь, мы видим, что она развивается, что она идет семимильными шагами, в частности, в нашей республике. Ну и, естественно, как любую разумную инициативу, мы готовы поддержать со своей стороны. Поговорили и в целом о развитии спорта в республике, отметили особо важные направления. Единый день здоровья, проводимый в республике уже много лет, дает свои результаты. Физкультурой в разных ее проявлениях занимаются и молодые, и люди в возрасте. По данным Минспорта, в прошлом году таких людей было почти 45%. Михаил Багаратов сообщил, что в Чувашии планируется запустить социально значимую акцию «Час здоровья для пожилых». Пенсионеры смогут посещать спортивные комплексы на льготных условиях. Есть и вопросы, решения которых ждут активисты от спорта. Неплохо бы увеличить количество спортивных площадок в районах, подготовить инструкции для пользования уличными тренажерами, восстановить стрелковые тиры. Когда-то они были очень популярны. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика. Раньше груши считались исключительно южной культурой. Сейчас опытные садоводы собирают урожай этих сладких плодов, благодаря тому, что сорта адаптированы к нашему климату. Вы в числе и садовод из Цивильского района. Осень – пора сбора урожая. В саду Алексея Егорова созрели яблоки, виноград и груши. Все экологически чистое. Еще бы наладить прямой путь поставок любителей ароматных сладких фруктов от сада до стола. Вот что волнует опытного садовода. Алексей Егорович выращивает фрукты на своем участке с 1994 года. Сегодня сад, благодаря его неустанному труду, ежегодно приносит большой урожай. Одевать его некуда. Правда, ему однажды предложили за один килограмм груш – один рубль. Так перекупщики оценили его труды – посадку, уход, обрезку, прививки. О каждом дереве Алексей Егорович готов рассказывать часами. Даже я ахнул, можно сказать. Посчитал, на одной почке 13 штук вот такие крупные груши растут. Чудо ведь это, чудо. Обычно одна-две с одной почкой растет, а тут 13 штук. Вот сами посмотрите. Вот ряды новых сортов. Здесь красуется Монастырская, Дюшес, Летний, Михайловка, Краснобокий и многие другие. На этом участке в 10 гектаров растут не только груши, но и яблоки. Плоды созрели и целым ковром усилают сад. Селекционная работа ведется круглогодично. Неподалеку на 4 гектарах тянутся к солнцу юные саженцы уже новых сортов груш. Все это результат большого труда. Вот я выросил грушу, много сортов у меня, 9 сортов. Но в этом году, как никогда, урожай очень сильный получился. Вот не знаю, реализовать. Я сейчас уже за 70 перешел. Сила уходит. Не знаю, с этим садом что делать. Экологически чистая, качественная продукция обязательно найдет своего покупателя. Уверен садовод. Меры поддержки отечественного производителя должны этому способствовать. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы Республика. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. И до встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова